Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях священник Антоний Житков, ответственный за религиозное образование и катехизацию в Люберецком благочине. Здравствуйте, священник Антоний. Здравствуйте, Николай Пивненко. Вот скажите мне, пожалуйста, для того, чтобы мы сразу же… Ну, религиозное образование понятно, название, да? Несмотря на то, что количество храмов увеличивается, и людей в храмах увеличивается, и понимание того, что происходит, они так, как раньше знали только Рождество и Пасху, и то не все понимали, зачем они красят яйца, да? Но вот слово катехизация, да, что-то люди слышали, но не каждый понимает, что это такое. Расшифруйте, пожалуйста. Это греческое слово, которое переводится как «просвещение». Вот. И задачу, и это слово, и обозначение нашего дела ставит перед нами следующее. Организовать работу, которая бы позволила верующим людям более осознанно относиться к своей религиозности. Потому что вы правильно сказали, да, что раньше приходили, и порой не знали, зачем нужно красить яйца. Но и сейчас складывается такая ситуация, что человек приходит креститься сам, или крестить своих детей, и мы, задавая ему вопросы, выясняем, что, оказывается, он хочет принять христианство, ну, просто потому что его родители были христианами. Он родился в этой стране, которая… Да, много разных причин находятся, но когда задаешь вопросы соответствующие, выясняется, что нередко человек не читал Священное Писание, Библию. Это основа нашей веры. Вот мы говорим, что Библия – это слово Божие. То есть это то, что Господь говорит нам. И именно на Библии мы строим свою жизнь. Это наша основа. То есть вот это является таким началом, мы сейчас обо всём об этом подробно поговорим. Но прежде всего, ведь можно действительно разделить на, как бы, может быть, даже три составляющие. Это люди, которые считают себя православными, и к храму имеют абсолютный пиетет, то есть хорошие отношения, то есть никаких вопросов нет, но они совершенно не воцерклены с точки зрения знания. И знают, что есть Библия, знают, что Библия – книга хорошая, правильная. Вот. Может быть, ещё знают про какие-то заповеди, которые нельзя нарушать, путая, сколько их в числе. Ну, знают, знают. И когда спрашиваешь, говорят, ну, конечно, знаю заповеди, не убей, не прелюбодействуй. И всё, на этом заканчивается. Ну, как стихотворение, да, первая строчка выучила, и так далее. Вторая группа людей – это которая уже, ну, скажем так, прониклась к каким-то более серьёзным отношениям к этому вопросу, но, тем не менее, не понимает и не до конца знает какие-то службы, обряды, какие-то необходимые вещи и так далее. Иногда мы легко за этим можем наблюдать, не только в радостные дни, но и в дни ухода родных и близких, когда люди даже не знают вот такой обряд, значит, когда человек умирает. И, наконец, третий, наверное, это те люди, которые очень набожные, как мы говорим, да, которые понимают, о чём идёт речь, почему сегодня такой день, какой праздник, ну, расписали календарь. Тем более мы видим в самом даже простом канцелярском магазине есть специальный календарь праздника. Вот давайте мы, наверное, начнём с того, что я так понимаю, что, несмотря даже на то, что кто-то всё знает, всё равно образование же никому не мешает ещё больше углубиться в ту или иную историю. С чего начинается вообще религиозное образование? Это такая область, в которой нельзя когда-то сказать, что наконец-таки я всё постиг. Я знаю, познал, да. Религиозное образование начинается с нашей молитвы. Вот это удивительно, но ещё Ивагрий Понтийский, святой первого тысячелетия, он сказал, что если я не молюсь, значит, я не христианин. А почему христианин должен молиться? А потому что это наше общение с Богом. Вот мы раньше сказали, что Библия – это Слово Божие, это то, что мне говорит Господь. Но я тоже должен что-то Господу сказать. Разговаривать. Это и есть молитва, да. Синергия, соработничество Бога и человека. То есть мало про честь? Мало того, что мне сказал Господь. Важно, чтобы я Ему ещё что-то ответил. Словом или делом. Тогда, когда происходит молитва, я должен понимать, что я не просто называю какие-то слова, ну, для того, чтобы, я не знаю, приступить к ужину или к обеду, а я в данный момент пытаюсь поговорить с самим Богом. Когда мы просто стараемся произнести правильные слова, это называется магизм или шаманизм. А у нас всё-таки осознанное отношение к тем словам, которые мы прочитываем, мы должны приложить к ним своё сердце. Если молитва прочитана без внимания, то она не приносит никакой пользы. Она пустая. Если мы делаем всё правильно, читаем молитву, то, с чего начинается, и мы видим в храмах, да, есть люди, которые этим занимаются, вот, а как бы Бог нас слышит, тот, кто читает молитву, правильно я понимаю? И тогда у человека появляется желание узнать о Боге больше. Потому что Господь становится ему близок, Он становится ему родным человеком. То есть, как говорят, обратная связь начинает работать. Да, когда мы влюбляемся в кого-то, нам хочется о нём узнать больше. Когда этот человек становится нам ближе, мы о нём, значит, всё больше и больше узнаем. Вот это и есть наша задача – узнать о Боге больше. Вот и что тогда человек? Кстати, по поводу молитвы, ведь тоже важен такой момент. В некоторых храмах специально вывешивают молитву, да, возле иконы, чтобы люди, некоторые люди приходят, им говорят, вот такая-то икона, там, от чего она, от чего она лечит там, или что даёт, да, но люди же по-разному реагируют, вот. И человек, значит, вот прочти молитву, значит, будет тебе там, значит, хлеб будет, а тебе будет, значит, здоровье. У тебя родные. Специализация святых. Да, здесь помогают в учёбе, помогают в бизнесе, помогают там-то, там-то. Он ещё даже и деньги даёт, если будешь хорошо себя вести. Мы боимся этого и бежим от этого. Понятно. Потому что святой – это близкий к Богу человек, к которому просто мы обращаемся за помощью. Ну, тема святых и людей, которые изображены в любом храме, где-то больше, разные бывают иконы, тоже такое отдельное, я думаю, мы, если успеем, потому что разговор, как вы понимаете, поговорим. Но вернёмся. Итак, молитва и это понимание тут же ещё возникает. Сразу, наверное, давайте поднимем эту тему. Давно, сколько лет, десятилетий со времени, ну, скажем так, возвращения церкви некого такого легального состояния. 30 лет. Да, 30 лет всего лишь-то навсего. Но человек приходит, молодой, например, и он не понимает, что происходит. Вот он, может быть, и хотел бы услышать, но что говорит, он понимает, что идёт какое-то таинство, да, вот он смотрит, как люди реагируют. Я говорю о письменности, о звучании, о тех правильных, скажем, о выступлениях священника, о его речи, о певчих. Вот эта часть голосовая, кстати, опять же голосовая, чтобы понимать, что происходит. И получается, что каждый настоящий православный христианин должен знать древний язык? Богослужение в наших храмах совершается на церковно-славянском языке. Ну, назвать его древним в сравнении с по-настоящему древним, например, еврейскими языками, ну, я хотел бы такое. Совсем было бы правильно. Древним с религиозной точки зрения. Церковно-славянский язык, он остаётся в наших храмах, потому что нынешний язык, любой язык современности, он опошляет некоторые сакральные понятия. В церковно-славянском языке сохраняется такое вот высокое отношение к этим понятиям. Поэтому мы по сей день служим на церковно-славянском языке. И на самом деле он сложным оказывается для человека, который не погружался и не вникал в этот язык. Просто слушая, не вникал. Не обязательно что-то читать. Если ты внимательно слушаешь, то ты обязательно поймёшь, о чём идёт речь. То есть нужно отвлечься и действительно послушать. Да, потому что это русские слова, которые мы привыкли слышать. Ну, где-то изменено окончание. Ну, не изменено, а вот просто сохранилось древнее. Или что-то пропивается. Да, да, да. То есть это, поверьте, большинство присутствующих в храме за воскресным богослужением людей прекрасно понимают, о чём идёт речь. Нет такого, что вот кто-то слушал, а что там? Да, просто старелось, а что-то интересное. Ну, и есть те части богослужения, например, чтение апостольского отрывка или евангельского, которые дозволительно читать на русском языке. Потому что перевод Библии, он 19-го столетия, он тоже немножко устаревший. Ну, и, кстати, выступления священников, да, в разных церквах, да, читаются на русском языке. Да, или рассказ, и патриарх у нас тоже любит выступать, рассказывать какие-то вот истории тех же святых, да, а они довольно продолжительные, и они как бы понятны. То есть что произошло, почему и так далее. Но, тем не менее, есть литература религиозная, её же человек, который хочет погрузиться поглубже. Я так понимаю, что вы как-то тоже занимаетесь над этим вопросом, чтобы человеку помочь выбрать, кроме Библии, конечно, какие-то ещё книги, которые могут... Конечно. Вот мы начали разговор с термина катехизация. У нас есть такая книжка, которая так и называется «Катехизис», то есть просвещение. И она была разработана святителем Филаретом в 19-м столетии. И направлена была как раз для того, чтобы производить оглашение. Оглашение – это такая процедура, которая происходит перед таинством крещения. То, о чём мы и говорили, что перед тем, как стать христианином, нужно сначала разобраться и понять. Я соглашаюсь с этим учением. Я верю в то, что Христос – мой Бог. Или я всё-таки от этого отстраняюсь. Эта книга, которая называется «Катехизис», она является таким подспорьем. Есть много и других произведений современных авторов. Известных священников. Конечно, проповедников. Есть прекраснейшие проповеди, например, у митрополита Антония Сурожского. Это такой архиерей 20-го столетия, который служил в Великобритании, но при этом оставался русским человеком. Домозниками. Да, по-настоящему проповеди, которые затрагивают сердце человеческое. Это самое важное. Можно это назвать? Книги, изучения, какие-то исследования есть, жития святых, вновь появляющихся и так далее, какие-то новые аспекты. Можно назвать это какой-то религиозной именно наукой, а не просто каким-то... Конечно, так и есть. И у нас есть религиозные учреждения, семинарии и академии, которые подготавливают именно научных людей. И на сегодняшний день выпускникам большинства семинарий на территории Российской Федерации выдается диплом государственного образца. Точно так же есть богослов в теологии, магистр в теологии, кандидат в науку. А вот после диплома он может либо священником стать, может, скажем так, толкователен. Если речь идет о мужчине, то он может стать священником, либо катехизатором на приходе, то есть в храме человек, который занимается просвещением. Либо просто светским человеком, который разбирается в этой истории. Есть те, которые поступают именно из таких соображений, потому что мне самому это нужно. Прекрасно, когда отучившись, человек пытается принести пользующие всем остальным. Но, естественно, мы не отвергаем и такой вариант, когда он сам хочет разобраться. Ну и в финале, коль мы семинарию давайте коснемся, вопрос, ни для кого не секрет, что даже в самые сложные времена люди в семинарию стремились, те, кто хотел. Я уж не знаю, тут не хочется говорить какие-то вещи такие, но навсегда везде есть люди, которые хотят на чем-то заработать, не будем греха таить. Но если мы говорим о чистых помыслах, то это люди, которые, в принципе, в дальнейшем видят себя, ну, профессией или как служение, да? То есть это ведь очень серьезный семинария. Сколько сейчас учатся и что входит в это обучение? Если речь идет о бакалавриате, то 5 лет. И еще плюс 5 вместе с аспирантурой. Вот, это такой минимум. Семинария характерна тем, что это не простое изучение наук, как вот в обычном светском университете, а изучение с полным погружением. Семинаристы на протяжении 5 или даже 10 лет живут в семинарии. Ну, чаще всего это в монастыре. Например, я учился в Сергиевом Посаде, Московской Духовной Академии. И вот на протяжении я 7 лет учился. На протяжении 7 лет я вот жил в монастыре и погружался в монастырскую жизнь. То есть это и молитвенное правило, это и... Ну, то есть, получается, вы сразу же как бы познавали все то, что вы учили, ну, в деле. Да, да. И на первых курсах происходит большой отсев поступивших, потому что понимают, что, ну, вот для меня, например, сложно. Я не могу. А для вас? Я лучше... Ну, видите, раз я здесь, значит, так... Ну, вы перебороли себя, может... На самом деле, нет, да я вообще каких-то сложностей не ощущал. Вот для меня это было большой радостью, и на сегодняшний день это, наверное, самые счастливые годы в моей жизни. Если бы меня спросили, а вот если ты вернешься снова, вот когда тебе было 20 лет, и пойдешь в семинарию, пишут? Конечно, пойду. Хорошо. Ну, вот мы, видите, коснулись. Это важная тема, потому что кто-то сейчас услышит, и, может быть, он еще выбирает, и захочет пойти, потому что семинария, мне кажется, это серьезный труд. Но сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях священник Антоний Житков, и вот во второй части уже поговорим, как это образование происходит в нынешних условиях в храмах, какие-то, может быть, воскресные школы, или если человек хочет подойти к священнику, как-то самообразование. Обо всем этом поговорим во второй части. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях священник Антоний Житков, ответственный за религиозное образование и катехизацию в Люберецком благочине. Очень красивое название звучит. Сразу как-то чувствуешь опору под ногами, что, наверное, тоже важно, потому что церковные все значения, названия, они совсем отличаются от светских. С одной стороны, они кажутся ласковыми, а с другой стороны, они иногда кажутся такими ответственными, как бы заставляют человека задуматься. И вот тут важный момент. Понятно, что не все пойдут в семинарию, и не все станут священниками. Все равно прихожан всегда больше. И очень важный момент, что это образование, ведь тоже сейчас может происходить, насколько я понимаю, как с маленькими совсем ребятскими детьми, так и уже с людьми, которые вдруг прониклись этим, они чувствуют, что это что-то для них важное, точно не страшное, но важное, но они не могут это таинство до конца понять. Даже когда уже они прочитали книгу, им нужно слово священника или человека, который разбирается в этом. Давайте начнем сначала с детей, а потом уже со взрослых. При каждом храме в нашем благочине есть воскресная школа как для детей, так и для взрослых. Дети с самого маленького дошкольного возраста имеют возможность посещать эти школы. И заканчивается детское образование, это молодежными клубами. В зависимости от возраста они изучают разные предметы. В первую очередь это закон Божий, где изучаются церковные праздники. У нас есть 12 главных праздников, которые так и называются 2 на 10. Например, их изучают. В старших группах изучают церковную историю, Священное Писание, Новый Завет, Ветхий Завет. Есть много таких дополнительных предметов. Например, церковно-славянский язык или пение. У нас в многих храмах есть прям детский хор, который наравне со взрослыми участвует в воскресном благослужении. То есть детки сначала приходят на службу, там поют. Поверьте, для них это значительно интереснее, чем просто стоять рядышком, держать маму за руку и стоять молиться. Для них это сложновато. Когда они сами читают текст, когда они сами поют его, они начинают более осознанно. Малыши, малыши по-другому. Ангельское такое. Их чистая душа, чистое пение. И вот потихонечку, таким образом, они привыкают к богослужению. Они приучаются к тому, что такое нравственность. Потому что, будем откровенны, в современном обществе, может быть, даже в современной школе дают знания. Но воспитывать ребенка мало кто может взяться. Да, но с другой стороны, мы же прекрасно с вами понимаем, что ребенок попадает все равно в большинстве своем в светскую жизнь, если он, конечно, да. И тут уже все зависит от того, насколько вы заложили те основы, чтобы он понимал, что такое светская жизнь, что такое жизнь, ну, божья, скажем, да, или что такое жизнь, как это вот соединять. Почему? Потому что, вот опять же, возвращаясь к теме уже молодежно-зрелого возраста, когда люди пытаются понять церковную историю, она пересекается с историей человеческой. Государственной, да. Да, и она очень такая жестокая история, тем более история христианства как такового и православной истории мы сейчас наблюдаем, да, история продолжается как бы. Поэтому там уже другой запрос, то есть ребенок, это, наверное, нечто, ну, погружение в нечто такое светлое, ясное, дальше, чтобы уже постепенно он получал образование, да. А зрелый человек, это которому мы уже начинаем открывать какие-то почему так, а не так, а почему вот это, а не это. Ну, отвечаем на взрослые вопросы, да. А вот, кстати, взрослые вопросы, они же бывают очень, наверное, жесткими. Подготовка священника, Вы знаете, иногда сложными оказываются именно детские вопросы. Да. Потому что ко взрослым ты сам на них, будучи взрослым, в той или иной мере ответил. А вот детские вопросы, они от чистоты душевной, от простоты иногда вставят тебя в пик. Да, да. Ну, потом немножко по размышлям. Да, я знаю это на практике, потому что помимо вот такого обычного участия в храмовой жизни, я еще преподаю в школе, у нас есть прекраснейшая православная школа «Образ». Наверное, многие о ней знают, которая в Малаховке находится. Вот у нас там с 1 по 11 класс мы, у нас есть отдельный предмет, учитывая, что это частная православная школа, там есть специальный предмет основы православной веры. И вот мы от Мала до Велика обсуждаем вопросы религии. Да, где-то изучаем в зависимости из класса церковную историю, и там дети, уже приближаясь к 11 классу, они ставят серьезные взрослые вопросы о смысле жизни, о выбора спутника или спутницы. Это очень важные вопросы для молодежи. И в этом плане у нас есть прекраснейший проект нашей Подольской епархии, который называется «Диалог со священником». Он заключается в том, что священники ходят в обычные светские общеобразовательные школы и встречаются со старшеклассниками по их желанию. И вот обсуждают интересующие их вопросы. Потому что иногда так складывается, что дети просто не видели священника. Не то, чтобы не было возможности с ним поговорить, они не видели. Да, в семье нет такой культуры. То есть никто ничего против не имеет, но просто нет культуры. А к сожалению, современная молодежь, она немножко рассеяна. У них нет основы. Нередко родители отдают ребенка в школу и надеются, что там все сделают. За родителей. Школа справится, да. Слушайте, мы же вам привезли ребенка. Давайте дальше. Дайте нам хорошенько. А современная школа ставит в первую очередь задачу дать знания. Ну да. Как может сосуществовать знание некоего материального мира с правильным преподнесением божественного знания, знания религиозного? Потому что если ты веришь в Бога, это еще одна история, ну то, что мы обсуждали. А есть понятие религия. То есть можно читать светский предмет, история религии как таковой. Вот сталкивались ли вы с этим? И как священник, он готов отвечать на такие сложные вопросы? Сначала скажу по поводу провокации, которая может произойти от ребенка. Знаете, мы радуемся, когда есть такая реакция. Это значит, что реакция живая. Хуже, когда аудитория молчит. Что-то не то. Да. Тогда точно что-то не то. Если ребята раскрепостились и готовы задать по-настоящему интересующие вопросы, это значит, мы стоим на правильном пути. А по поводу согласования, веры и науки, очевидным примером, жизненным примером является большое количество верующих ученых. Вот он занимается физикой, но при этом верующим. Он занимается математикой, но при этом верующим. Одно другому совершенно не мешает. То есть мы похоронили эту историю, связанную с тем, что религия – опиум для народа на сегодняшний день. Да? Будем надеяться, что да. По крайней мере, мы работаем над тем, чтобы показать, что есть разные области у религии и есть свои области у науки. Еще такой вопрос, и потом про святых поговорим, то, что мы отложили иконы, святые. Это важный момент. Как объясняет православная религия, если есть обучение, то, естественно, наверное, нужно рассказывать, что кроме христиан, или самих христианах, есть католики, есть грузинская церковь, армянская церковь, есть мусульмане. Вот как-то объясняется это? И объясняется с точки зрения, что это просто сосуществование, или с точки зрения, это вот нехорошая вера? Знаете, есть современное такое мнение, которое говорит, что на самом деле все религии ведут к одному. И вот это убеждение, оно разрушается одним единственным вопросом. Вот если твой Бог разный, сейчас будем говорить так, разные боги учат разному. Один говорит одному жить так, в одной религии, другой говорит другому жить так. И вот если в итоге оказывается, что Бог один, то почему Он говорит одному жить так, а другому по-другому? Получается, что кого-то Он вводит в заблуждение. Понимаете? Вот такой вот ответ. Ну а теперь тема святых, потому что люди, опять же, тоже невоцеркленные, они знают как минимум, что есть место, где ставят свечи за упокой, и оно как бы одно, да, такое глобальное. И много-много икон, много-много святых. Ну и потом постепенно они начинают с возрастом что-то, где-то что-то услышал и так далее. Вот как Вы считаете, институт, уж позвольте так скажу себе, святых, он на сегодняшний день работает, и почему он создан, для чего он необходим, и является это тоже элементом образования, потому что святых, они же постоянно добавляются, но есть какие-то такие основные. Да, есть новомученики. Да, есть новомученики. Например, Люберецкий у нас есть. Да. Вот это что за институт такой? Для чего он в плане религиозного образования? Вы знаете, я бы не называл это отдельным институтом. Просто церковная история сложилась так, что вот у нас есть святые. Началось это все с мучеников. Христианство на протяжении практически всей истории своего существования было гонимой религией. Особенно сложными были первые века после распятия Христа и его воскресения. Это до третьего столетия появлялись мученики. И вот представьте, что в обществе, в церкви был близкий для тебя человек, с которым ты дружил, с которым ты общался, но которого просто из-за того, что он христианин, мучили и казнили. При этом ты убежден, что в результате именно такой смерти Господь взял его к себе в Царство Небесное. Тогда ты будешь обращаться к Нему точно так же, как обращался к Нему, когда Он был жив, но только уже в своих молитвах, чтобы Он там, у престола Божия, за тебя ходатайствовало, тебе помогал. Вот так вот, в кавычках говоря, появился этот институт, в кавычках, святых. Это просто живой, церковь – это живой организм. И так вот она развивалась. А то, что каждому святому молва что-то прикладывает, вот этот от этого, этот от этого. Или это все-таки наносное немножко. Вы знаете, в большинстве случаев христианство приходило на место язычества. Это, да, сочеталось. И это сочеталось, да. И в том числе у нас, на Руси, ведь у язычников, как есть, божок ответственный за свою область. Ну да, да, да. И, к сожалению, такое вот происходит, что… Такая историческая как бы параллель. Параллельно остается такой вот… Ну это не страшно сегодня. Знаете, когда человек обращается к святому вот по своей какой-то нужде, это уже хорошо. Да, по крайней мере, он принимает то, что святое есть. Ну и самое последнее, мы уже вышли даже за время, но, как вы понимаете, тема интересная. Главная – это задача обучения. Ну вот человек познал веру, смирение. То есть мы готовим его к правильной жизни в загробном мире, то есть он должен в него поверить и тогда ждать вот этого страшного суда? Вы знаете, это если говорить о личности человека, то, конечно, да. Его конечная цель в том, чтобы он был спасен, чтобы он был с Богом. Но есть прекраснейшие евангельские слова, которые для меня лично по сей день дороги, где Господь говорит, что когда свечу зажигают, ее не ставят под спуном, то есть ее не прячут, ее под кровать не поставят. Это ее предназначение для того, чтобы она светила всем остальным. И вот предназначение христианина, когда он получает от Христа веру, точно такое же. Светить всем остальным. Когда в нашем обществе появляется еще один добрый, чистый, открытый человек, это означает, что наше общество стало немножечко лучше. А чем больше будет таких чистых, открытых, добрых людей, тем все лучше и лучше будет становиться наше общество. Это вот и есть наша цель. Но жить мы должны на земле тоже столько, сколько нам отмерено. И нам же хочется здесь тоже успеть многое и пожить дольше. И сделать больше добра. Сделать больше, чтобы там еще лучше было. Верно? Спасибо большое. Священник Антоний Житков, ответственный за религиозное образование и катехизацию в Люберецком благочине. Я думаю, что тема не закрыта. Поэтому приглашаем вас, ваших коллег. Будем продолжать разговаривать на эти темы. Это была программа «Открытый диалог». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин